Нателла, ну, наконец-то я приехала к тебе, поздравила уже мы с тобою. Торт слопали, чай попили, благопожелания я сказала тебе с твоим первенцем, с твоей первой книжкой. Дай Аллах тебе сил и вдохновения много-много стихов, песен писать, рассказов писать на своем абазинском языке и на русском языке. Скажи, пожалуйста, в какой семье ты родилась, где, что? Вот расскажи про свою семью, про свое детство. Вспомни, пожалуйста. Про свое детство? Ну, я... Мне было 6 месяцев, когда забрали меня от родителей, дедушка и бабушка. Просто решили они меня воспитать. Ну, моим родителям, наверное, было трудно, у них была большая птицеферма. Они задержали кур. Вот. Они меня воспитывали. Бабушка и дедушка, я не знаю, они тряслись за меня. Дедушка не спал по ночам, укрывал меня. Я часто раскрывалась. Бабулю постоянно ругал. Не дай Бог, ты ее простудишь. Вот так вот. Вырастили они меня до совершеннолетия. Дедушка, естественно, он умер, когда мне было 4 года. Я его помню прекрасно. Хотя был и маленький возраст. Вот. Вырастили меня, выдали замуж. У меня двое прекрасных детей. Дочка и сын. Вот. Ахмеда я знаю. Да. Такой прекрасный. Нам с тобой компьютер не давал. Да. Лет 5 назад. Да. Да и сейчас я с ним воюю. Да. Между прочим, чтобы сидеть за компьютером. У меня в доме два компьютера, и я ни одного не имею права. Представляешь, я вот вспомнил. 5 лет назад он нам с тобой не давал. Дочкой я не знакома, но, надеюсь, познакомлюсь. Да. Она похожа на тебя внешне? Скорее всего, наверное, есть что-то, какая-то мимика, наверное. Она любит... Кстати, дети твои любят твое творчество, поддерживают тебя. Меня нет. Знаешь, ну, дети, они молодые. Сейчас молодежь что понимает в творчестве, скажем так. И кто вообще читает сейчас, кроме нашего поколения, Байдемат? Ну, это правильно ты говоришь. Сейчас в руках смартфон, все. Да, они дети компьютера. Нателла, нет, они как относятся к твоему пению тогда? Знаешь, уважают, но чтобы они прям... Ах! Нет. Тоже нет, да? А они не поют? Или поют? Сын мой, он для себя как бы поет. У него прекрасный голос. Ну, я думаю, наверное, его тоже... Потихонечку надо нам с тобой вместе раскрутить. Если у тебя сил не хватает, позови меня. Давай, пожалуйста. Скажи сына Ахмеда, а дочку как зовут? Айшат. Айшат? Ой, какие красивые имена. Счастья Ахмеду и Айшат. Дай Бог, чтобы они свои судьбы... Ну, как бы счастливыми были их судьбы. Спасибо. Ну, и вот ты вышла замуж. Трудно было быть женой, если он был нетворческий человек? Или он тебя понимал, муж? Ну, муж, он, в смысле как, творческий тоже человек был. Он любил петь, играл на гитаре. Да ты что? Как хорошо. Да, он сам творческий человек был. И как-то... Знаешь, Байдемат, я, наверное, тогда не тянулась к творчеству. Я тогда больше тянулась к семье, к воспитанию детей. Я не прикасалась вообще к этому творчеству. Вообще не прикасалась. Ну, естественно, это у меня началось в 2011 году, когда я решила вот взяться уже за творчество. И у меня начались музыкальные мероприятия, пение. Ну, я знаю, ты часто выступаешь на праздниках республиканских Карачаева-Черкесии. И даже бываешь за Карачаева-Черкесией. Я наслышана. И у меня на канале YouTube много твоих произведений. Я их очень часто слушаю. Очень люблю твой голос. Ещё что хочу сказать. Часто, когда еду в машине, я же включаю FM, и вдруг поёт... А-а-а, это Чамба! Чамба Нателло! Я включаю на всю мощь. И радуюсь, радуюсь тому, что вот звучит песня знакомой, любимой певицы. Вот сейчас пой для связки хоть одну песню такую вот суперпопулярную. Суперпопулярную? Ну, какую хочешь. А мою любимую? Твоя любимая это... Ну, вспоминай. Спасибо большое, моя хорошая. Я очень рада. А на каких-нибудь музыкальных инструментах можешь что-нибудь исполнить? Набрать хотя бы? Набрать так по ноткам. Хотя я не училась этим нотам. Ты ноты знаешь? Нет, по слуху я могу так, знаете, клавишно набрать, но чтобы сыграть. А кто в вашей семье был музыкальным? Вот по чьим стопам ты идешь по наследству как бы? По наследству я... Я помню, что бабушка у тебя гармонистка. Да, бабуля моя гармонистка. Она очень известная гармонистка была в свое время. Говори фамилиями. И где она жила? Она Аргашокова Роза Султановна. Она жила в Красном Востоке. Ее творчество обожали, обожал веселую. Я знаю, что ее приглашали на все празднества, на свадебные и сельские, и что она даже в Черкесске выступала. Я не смогла с ней познакомиться. Ты обещала познакомить? Но не получилось. Она покинула нас с Арси. Ой, Джан Детли Волсон. Что поделаешь? Она тогда приболела, поэтому я и не смогла тебя пригласить. Это очень грустно, естественно, терять своего любимого человека, мою маму, которую я считаю своей первой мамой. Да. Что поделаешь? У тебя братьев, сестер? У меня две сестры. У нас двое сестер. Ой, у нас четверо сестер. Так что мы впереди. Это очень хорошо, это прекрасно, когда ты можешь разделить свое мнение. Радость или печаль есть кому сказать, сестра. Сестра. Это хорошо. Дай Бог вам счастья. Брат может и не понять, а вот сестра поймёт. Скажи, пожалуйста, вот ты стихи начала писать. Ну, может, начала я имею в виду, ну, несчастно, видимо, ты и раньше начинала что-то писать. Когда вот, и что тебя сподвигло взять ручку и искать рифмы? Я начала писать в восемнадцатом году. Это четыре года назад? Почему? Восемнадцатый это двадцать? Или два года назад? Два года назад. Что сподвигло, сподвигло то, что я сидела с больной бабушкой. Она была у меня дома, я смотрела на неё. Ты за ней ухаживала, за бабушкой? Последние дни, да? Ой, какая, как трудно было это. Я сидела с ней, мы с ней вместе писали стихи. Я писала, читала, а она отвечала, где хорошо, где плохо. Вот. Я, наверное, вот её отвлекала от её болезней. Пыталась что-то сделать, да. И вот тогда вот я подняла перо. Ясно. Да. Спасибо. Значит, бабушка всё-таки и в поэзии, и в литературе это твой исток, родник, от которого ты взяла силы творческие. Но я хочу, чтобы ты сейчас и другую бабушку вспомнила, которая напротив тебя сидит, которая тоже тебя... Тебя что делала? Я не буду ничего говорить, а то скажут, она выдавилась с неё. Говори. Нет, нет. Ну, это у меня начало творческое было в 2011 году, когда я исполнила... В 2012 году я встретила Байдема Точарукову, которая на поте в меня сидит. Вот. Которая тоже меня подталкивала силами к творчеству. Вот. Находила слова. И самое главное, когда Нателла читала новое своё произведение стихи и говорила, послушай, Байдемат, и что Байдемат говорила? Вот про эти стихи я хочу. Которая не знает абазинского языка, но которая чего учила? Да. Не зная, будучи абазинского языка, Байдемат Кичарукова направляла меня к рифме. Она понимала, она понимала, слушая на слух, что рифма не совпадает. Нет, они были у тебя, коренных не было. Да, коренных не было. Но вы-то понимали, не понимая абазинского языка. Я хочу что этим сказать? Дело не в том, что ты понимаешь язык, не понимаешь. Человек творческий, он должен вникать, наверное, в это творчество, он должен понимать и быть близким духом. Спасибо. Нателла, ну ты вот теперь весь мир узнал, что мы очень с тобой хорошие друзья. Скажи, твои стихи печатались? Мои стихи печатались. У меня вышла вот книга, вот это вот первая книга. Это да, нет, я имею в виду в прессе. В прессе. Это печатались в абазинском журнале. В абазинском? Как журнал называется? Журнал, как он называется? Ну ничего, ничего. Ничего, хорошо. А в газете, Алла Шара, не выходили? В газетах мои стихи, они пока что не выходят. Пока что нет, но выйдут, значит. Только начинаешь. Я много лет писала, кое-как в люди выбилось. В газеты еле-еле через 10 лет начали печатать. Ничего страшного. Они бы и напечатали, если бы я давала свои стихи. Я просто не давала, да. Скажи, пожалуйста, какую тему ты любишь, когда пишешь стихи, выбираешь? Или то, что переживаешь, первое. Или же целенаправленно пишешь? Или же когда вот вздумается, когда толкает изнутри сердце, душа, мозги, все вот выплескивает. Когда тебе лучше? Или же готовиться, сесть, взять ручку и листок, и начать писать стихи? Байдемат, знаешь, как это получается? У меня получается, например, скажем так, если говорить о природе, это у меня бывает в периоды весны, осени, я не знаю, лета. Наплыв идет, ну пусть я увижу какой-нибудь фрагмент, пусть будет это листочек какой-нибудь, или цветочек, или там птичка полетела, что-то. Вот на меня идет вот тема, да, уже тут уже пошла, и все, моя рука уже начинает писать. Все ясно. Да, и есть такие стихотворения, которые душу мою терзают всю жизнь. Тематика. Тематика вот этой вот, нашей актуальной жизни, нашей жизни нынешней, которая вот сейчас происходит, как мы живем. Как мы живем. Как люди относятся друг к другу. Как, на твой взгляд. Как мы живем. Нравится тебе наш быт? Наш, я имею в виду, всех горцев, которые живут в Карачао-Черкесии. Пусть будет это Карачаец, пусть будет это Абазин, Черкес, кто бы он ни был, да? У нас теряются традиции. У нас они теряются. Мы не соблюдаем их. Вот. Вот что у нас происходит. Мы больше приближенные, скажем так, скажем так, к Европе. Все. Мы взяли стиль Европы, мы его ведем. А наша традиция, она исчезает. Горский этикет теряется. Горский этикет теряется. У нас нет уже этого этикета и культуры. Есть фрагменты, которые могут быть где-то там, в Архизе, я не знаю, в таких вот, в отдыхающих районах, да? Которые сохранились там, фрагменты нашей одежды, чтобы напомнить нам же. Нателла. Примеры. Вот примеры приведи. Лично вот абазинская культура, быт наш, обычай. Что вот тебе не нравится? Я скажу, что у нас не нравится. А что мне не нравится? Мне не нравится, что дети, дети ставят свою работу выше своего родителя. Это как понять-то? Это как понять-то? Значит, он, значит, работает, трудится. Это дети работают? Дети работают, трудятся, оставили, значит, очаг родительский. Куда-то уехали. Родители старых оставили, да? Родители, да. Старых оставили. Ага. Хорошо. Я тут побуду. Ладно. Буду я платить кому-то. Пусть будет сидеть с ним сиделка. Пусть будет за ним ухаживать. Значит, в погоне, в погоне за длинным рублем оставляет без тепла родителей, да? Без внимания. Да, без тепла. Ну, это у всех такое вот трагедия. Это не то, чтобы ну, мы с ним должны бороться. Да. Это не только трагедия. Это, если вот так вот дальше пойдет, то мы исчезнем вообще куда-то. Я не знаю. Как нация, мы уже исчезаем. Ты вот посмотри, что нужно сделать, чтобы язык сохранился, чтобы культура жила. Вот давай, я буду добавлять твое мнение. Я делаю все. Язык, чтобы сохранился. Говори, что ты делаешь. И что хочешь сделать, но у тебя нет возможности сделать. Вот это скажи, пожалуйста. Только, пожалуйста, не скрывай. Я буду задавать каверсные вопросы. Пожалуйста, я не собираюсь это все скрывать. Я делаю, что в первую очередь я со своими детьми разговаривала об азинском языке, который прекрасно владеет этим языком. Хорошо, это отлично. Это раз. А во-вторых, я пытаюсь писать, писать вот стихи, на абазинском языке. Это стихи, это рассказы, это поэмы, вот, это прозы. Вот. Я пытаюсь сохранить вот в этой книге наш язык и наши культуры. Ну, хорошо. Про книгу ты напомнила, да, с передышками. Буду тебе давать передышку. А скажи, как ты издала такую красивую книгу? Тебе трудно было ее издать? Где ты? Кто тебя финансировал? Или это государство издало? Байдумат, знаешь, это мой, этот, мне, который финансировал эту книгу, это мой свекор. Свекор. Вот этот уважаемый Напшев. Напшев, я скажу имя Кази, замечательный человек. И его свекором невозможно назвать. Да. Он мой отец. Твой отец, спасибо ему. Он радуется, я вот знаю, радуется твоим стихам, радуется твоим песням. Просто до слез приятно, что у вас идиллия такая снохи и свекра. А обращалась в издание, вот, чтобы здесь издать, в Абазинскую редакцию или же в Абазинскую писательскую организацию, там, отдел Абазинский? Да, я обращалась, как-то, знаете, на меня никто и не обратил внимания. Вот я это кажется на вопрос. Никто не обращает внимания. На такую красавицу. Как это так? Никто не обратил внимания. Я, естественно, подходила с этим вопросом. Ну, раз как-то не обратили внимания, я решила попробовать. Самая дать. А где это издана такая книжка хорошая и обножка хорошая? в Черкесске издана. В Черкесске где-то? Может и мне там попробовать? Да, попробуйте. Это у нас здесь их типография. А скажи, пожалуйста, вот ты в село же ездишь, в аулы и с книгами, видимо, ездила. Дети разговаривают на родном языке? В аулах все дети разговаривают. Не знаю, в других каких аулах. Вот лично я могу сказать в Красном Востоке у нас в ауле, что дети все разговаривают на родном языке. Когда я принесла книги, они очень обрадовались и относились на моё творчество. они столько тёплых слов сказали, что это... В школе Красновостокском ты учила, да? Да. Училась. Ну, я тебе, знаешь, сейчас скажу, что меня ещё, оказывается, связывает с тобой. Может быть, ты и не помнишь, а может, ты помнишь, был у меня там хороший друг, как брат, Шереметов, директор. Он и сейчас жив-здоров? Живу. Кишевпатович. Кишевпатович, да, Шереметов. Я когда издала книжки-раскраски, ляу-ляу на абазинском языке переводил Джимуладин Лагучев. Да, да. Вот он без слов взял. Некоторых приходилось долго, ну, говорить, что эти книжки для детей. А вот он без слов взял и сам выслал вот по почте деньги. Я не знаю, удивительный человек, добрейшей души человек. Да. Дай Бог ему и здоровья, и счастья. Байдемат, вот как ты и заметила, вот это вот добрейший человек души, как ты говоришь, вот все преподаватели у нас, которые преподавали в Красном Востоке все были какие-либо тебе. И вот этот вот стимул, вот это вот творчество, вот это все, что у меня есть, это их колориты в мою красочную жизнь. Скажи, пожалуйста, ты влюбчивая? Влюбчивая? Ну, это нет. Я изначально изучаю человека. Ох ты какая практичная. Не с первого взгляда, да? Нет. А какие тебе нравятся? Темненькие, беленькие, высокие, богатые, бедные, какие? Нагловатенькие или же тихонькие? Мне нравится душа. Душа, да, в целом? Спасибо. Давай теперь перейдем к стихам. Прочти их стихотворение. Ну, я могу прочесть, как раз у вас, как можно? Давайте, пожалуйста, как раз. Мы посвятим его всем жителям Красного Востока с главой, глава, кто там? Давай назовем имя его, не знаешь? Глава, Кутов, Игорь. Вот, Кутов, Игорь, вашему населению аула Красный Восток и вам лично Нателла Чамба прочитает стихотворение. Красный Восток, душа моя, Красный Восток, аул родной, морвется конь к тебе люхой, туда, где блещет и шумит, и струйкою нарзан бежит. Когда порой изменяли силы, ты, как родная мать, со мной была, а помнишь, как учила ты меня стоять и не сгибаться никогда, достойная, красавица моя, в тебе величие моего народа, в душе твоей бескрайние поля таинственная, милая природа. Выросла в твоей я колыбели, ты источник сил моей души, волшебный край очей моих отрада, в тебе любовь, в тебе моя награда. Браво! Давай теперь с разбегу на родном языке прочитаем стихотворение. Можно? На родном. На родном языке. Так, сейчас, секундочку. Секундочку? Все. Ну? Сейчас прочитаю. Это стихотворение посвящается в первую очередь моей бабушке, Розе, которая вдохновила меня в творческий путь. И посвящаю всем матерям. Роза, я Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ты права, вот мы сейчас политики, такой национальной политики коснулись Ты довольна политикой в нашей республике? Вы знаете, Вайдемат, сейчас наша республика держится, пытается поддерживать друг друга Люди строят между собой отношения, вся национальность, которая проживает у нас в республике Вот была какая-то, как гноник был, помнишь, митинговали, черкесы, абазины, карачаевцы, ну я не знаю, вот это прошло уже И сейчас вот люди стали, как и раньше, друг друга любить Видимо, вот это богатые люди и политики, они вот творят вот эти чудеса А простые люди, которые своим трудом жили, они также живут, любят, страдают, мечтают Друг другу плечо подставляют, помогают, короче, на нации не разбирают А политики, посмотри, что творили во времена Семенова генерала Чуть война не началась Из-за чего? Это всегда так Из-за какого-то политика бедный народ страдает Это всегда и с полковником, вот это нас и сопровождает проблема Вот, политика, а что нам делать? Политика торжествует, что? Что бедному народу делать? Скажите, пожалуйста Просто нам нужно, я знаю, что делать, просто мы должны друг друга поддерживать и все Вот именно, что, несмотря ни на что Ездить друг к другу гостям Вопреки всем политикам Помогать друг другу Да, ездить, видеться, работать вместе, здороваться вместе Я не знаю, жить как одна семья, как мы это делали в советские времена Как было хорошо, да? Да, мы все были одним целым Даже у всех дома, пусть будет эта мебель, у всех одинаковая была Да Да, никто не гонялся, я не знаю, за бешенными деньгами, за особняками Вообще, что осталось нам? Раньше как жили, да? Хорошо Да, что у нас осталось? У нас осталось что? Люди бегают, ослепили людей Ослепило богатство, алчность развивается у нас в республике Люди гонятся друг за другом Многоэтажные дома Машины не машины, эти дома построят Не живут, они там, я не знаю, никто не живет, только привидения домовые ходят Вот что я хотела и сказать Они построились и дальше Ты не подумал, что этот дом нужно еще и содержать? Да, а еще вот этот дом столько сил вложили, а у него, допустим, трое сыновей Он думал, на первом этаже один сын, на втором этаже А сейчас не живут С одного двора две снохи не хотят выходить Что за дела? Раньше жили снохи в одном доме, а сейчас нет Конечно, у них не было права голоса А ты считаешь, было правильно тогда, что не было права голоса? А сейчас вот появилось это право и главенствует сейчас матриархат Да, матриархат главенствует, во-первых Во-вторых, я считаю, что это неправильно Правильно, молодец, руку Это неправильно Там, где есть мужчина, значит, женщина должна Быть шеей, умной шеей головы Именно, что шеей, а не головой Как сейчас это происходит, женщина, это голова Но что ей остается делать, когда мужчина ей дал в руки эту голову Делай, забирай ты эту голову, делай все, что хочешь Меня только не трогай Понимаешь, я буду стирать, убираться Дома находиться, кормить детей А ты, девочка, иди, зарабатывай Понимаешь Вот такая жизнь Сейчас тотально идет такая жизнь Но, женщина, что остается делать, Байдемат, скажи, пожалуйста Я уже знаю, не только карачаевки по всему миру разъезжают, торгуют И я среди них, это и ты, и все мы Все нации уже вот так живут И я считаю, это неправильно Оставляем детей И месяцами, годами домой не появляются Муж сам по себе Потом появляется кто-то Левый или правый, как-то их там называют Вот Дети Детей воспитывает улица Это неправильно А почему у нас и теряются и традиции Почему у нас все это теряется? Потому что нет в доме хранительницы отчет Матери дома нет Матери дома нет Вот когда она появится, эта мама И начнет уже охранять свой быт Свой дом, своих детей, свой очаг, свое тепло Тогда, мне кажется, вернется все в округи своя У нас земля круглая, значит, все, бумерангом возвращается все в округи своя Вот так вот Нателла, Джанам Давай мы, вот завершая нашу эту встречу Сегодняшнюю Мы еще много будем с тобой встречаться Что-нибудь веселое, улыбчивое Маленькую мореску Или что-нибудь, чтобы мы улыбнулись с тобой Вспомни все, что хочешь Я разрешаю Я скажу такую историю Я вышла петь Это был конкурс Мы показывали Мы выходили Мы выходили и Пели Пели Так Пели, и что? Да, я вышла Там гармонист сидит Он, во-первых, тоже забыл мелодию Я тоже спела И где-то на середине забыла слова А там комиссия сидит Представьте себе И я остановилась И они смотрят Что же дальше будет Я говорю А я слова забыла А я говорю Ну вы же помните Подскажите А я допою И они мне подсказали И я допела Какая это песня была? Это была песня Это была песня Можешь спеть? Вот я тебя подловила Да Как я сейчас поставлю на Айо Всегда забываю Айо Всегда забываю Ну ладно Тогда оставим Ну на прощание нам Куплетик про любовь Спой, пожалуйста Всем молодым Давай я лучше прочту Не-не-не-нет Петь Петь Все Да Песню про любовь Из твоего репертуара Из моего репертуара Да Про любовь Значит Как долго ты собираешься Парабайт за окнами дождь Хмурый день нагоняет тоску И крадется ненужная ложь Прочь прогоняя мечту В разлуке миг Как будто вечность Злой рок судьбы неумолим Любовь друг другу нежность С тобой невозвратим Соловья любви напеваю Задевая струны души В сердце любовь умирает Ты приди и его разожги Вот так Спасибо Пусть в твоем сердце Всегда горит костер любви Любик жизни Спасибо, Нателло, Джанам Спасибо тебе, дорогая